Вы уже, возможно, видели прохождение за Данию, но, скорее всего, там играли за монархистов. Но сегодня мы выйдем в великих и неповторимых фашулей. О, да. Конечно же, мы не будем просить поддержки у немцев, мы выйдем в свой путь. И дойдем до вот этого выбора. Это Дания в новом дополнении Arms Against Tyranny за фашистов. И первым фокусом мы, естественно, идем в экономику, а точнее в продление договора канцлер-гардер-фор-лига. И никак не выкрепить свои границы, потому что вот эти бонусы никак не стоят рядом с вот этими. А следующим, естественно, идем в девальвацию кроны. И да, я не ставил исторический фокус. Ну а сейчас утвердим нейтралитет, чтобы получить очень нужное нам 100 политки и поставить крутых министров. Кстати, у Дании также есть баланс военного и социального бюджетов. Его можно вот тут вот менять. Или из-за фокусов, например, видите, вот тут он свекается на 5 в сторону социалов. Сначала нам лучше в эту сторону, потому что мы все равно строим фабрики и все такое. А потом вот сюда, чтобы строить военные заводы. И производить больше оружия. Брошай оружие, сука! Посадим на бутылку! Еще 50 политвластей не будут лишними. Теперь берем фашиста-демагога. И во что потом выйти в захватить власть, нам надо 40% НСРП. Да-да, фашистская партия называется НСРП. Я надеюсь, вам это ничего не напоминает. Прям, ну, ничего. Ну, заяц, погоди! Заручиться поддержкой консерваторов, пожалуй, выйдем сельскохозяйственные субсидии. И возьмем себе финанс-министра. Еще минус 15 фабрик народного потребления. Плюс стабилка. И в итоге у нас работают уже 5 фабрик вместо 3. СТОНКС! Гражданская инфраструктура. Как вы поняли, пока фашист-демагог набирает нам фашулей в партию, мы качаем инфраструктуру. Ну, и фабрики, естественно. Подпишем договор Force Wars for Legate, чтобы взять потом Вильяма Вайнприора. После того, как мы укрепили офицерский корпус, у нас 27 поддержки войны. И мы сразу же берем частичную мобилизацию. Свергнули мы правительство, и теперь мы нейтралы, но ненадолго. Потому что мы выходим в фокус марш на столицу. Удача, скажите вы. Холодный расчет, скажу я. 35% фашизма, и остается 3 дня до марша на столицу. А после него поддержка НСРП доходит до 40%. И мы выходим в фокус захватить власть. 14 июля 37-го года фашисты приходят ко власти в Дании. Посмотрите, какой, кстати, прикольный флаг. Расширим воинскую обязанность. А в офицерском корпусе возьмем, никогда не угадайте, офицера запаса. Ну и политическую лояльность, которая дает очень много стабилки, если ее правильно использовать. Ну а теперь, конечно же, Дания превыше всего. Понемногу заполняем военное руководство. Будем торговать с Германией. Это может дать вам идею того, на кого мы будем нападать в будущем. Но все же я оставлю это на потом. Так сказать, будем держать интригу. Если это не будет написано на обложке, конечно, про это я не подумал. Ладно. Ну, естественно, фокус мы это доберем, чтобы получить одну фабрику, ну и еще минус 10% товаров народного потребления. Мне кажется, народ не будет получать ничего. Вот просто ничего. Правильно, блядь. Ой, интересная штука. Давайте попробуем пригласить Исландию в северную группу технологических достижений. Ну а пока поддержим фермеров. Сын фермера, блядь. Вильгельм III отправляет к нам торговую делегацию с просьбой расширить уже заключенное торговое соглашение для сельскохозяйственной продукции. Ну слушайте, мы просто получим еще одну фабрику, так что да, я согласен. Исландия присоединяется к нашему исследовательскому соглашению. Так, а еще мы можем приглашать других в наш альянс, но пока что, я думаю, мы этого делать не будем. Ура, товарищи! Конец кризисных лет в Дании. А теперь возьмем фокус на сталь. Создал я достаточно неплохой танк, но пока что заводов, чтобы его производить, нема. Наконец, объединяем народ. Ну что ж, прожимаем фокус и вернуть Норвегию. Посмотрим, согласятся они стать нашей марионеткой или нет. О, она согласилась. Легко. А я уже тут высадку приготовил. Получили мы аж 10 к атаке дивизии, 5 к организации. И выходим в еще 5 арги и 5 атаки. Также начинаем полностью застраиваться военными заводами. И, пожалуй, еще сильнее расширим призыв, ибо людей реально не хватает. Конечно же, мы не будем вступать в Северный Совет. Ага, а финны стали марионеткой Швеции. Ой, и у финнов 0 дивизий. Пф, так нормально. Появилась у нас теперь цель войны. И пока Швеции надо будет закрывать и вот этот фронт, потому что это комп, как-никак, мы объявляем в ей войну. Начинаем выбивать Мальме. Короче, показываем невероятный трюк. Не призываем Норвегию в войну. Переводим войско на юг. И начинаем просто котля идти на север. Бам! Датская империя. С вот таким вот союзом. Теперь у нас реально неплохая промка. Ну и, как вы уже догадались, мы будем нападать на Англию. Фокус Денло. Ну что ж, вы готовы, дети? Денло маршем на Англию. Как говорится, за викингов, за наших предков. Погнали. И раз. И теперь у нас есть два варианта. Кальмарская уния. Ну да, Скандинавская империя выглядит неплохо. Но знаете, что выглядит еще лучше и величественнее? Северная империя. О да. Почему, блин, тот же цвет? Как же она прекрасна. Империя Северного моря. И посмотрите на этот флаг. Это просто прекрасно. Знак Асатру. Кто шарит, тот шарит. Кто играл в Крусейдер Кингстри, по-любасу знает. С вами были братья Аварьки. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, заходите в Дискорд. Пока-пока.